Сушим белье. Простыни, наволочки, полотенца в Дагестане развиваются почти из каждого окна. Надо хорошо трясти. Это как разглаживание. И во дворах Ярославля такая картина не редкость. Мои родители всегда сушили белье на улице. Очень люблю, как пахнет свежее белье. В Рязани тоже сушат по старинке. Гома такого белья не бывает. Но почему? Элементарная физика объясняет, внимание, доцент Национального исследовательского ядерного университета Егор Задеба. Сушка белья включает в себя два процесса. Первый процесс – это испарение. Оно пропорционально температуре и площади, с которой оно происходит. Чем лучше вы расправите белье, тем быстрее оно высохнет. А второй – это насколько быстро испарившаяся влага отводится от белья. Так почему в квартире белье сохнет дольше, чем на улице? Да просто ему не хватает свежего воздуха, нет циркуляции. Вокруг белья образуется влажное облако, и оно преет. Совет – включайте вентилятор. С ним простыни-наволочки станут сухими за 4-5 часов. А на улице, да еще и в ветреную погоду, белье просохнет в среднем за 2-3 часа. За счет большого потока воздуха ветер отводит влагу от белья. А также ветер работает как естественный кондиционер, убирая лишние запахи. Главное – правильно белье развесить. Правда, тут уже одной физикой не обойдешься. Еще география, геометрия. Во-первых, повесить веревку с запада на восток. И главное, чтобы солнце светило на белье под углом в 90 градусов. Ну, то есть под прямым углом. Солнечный свет, белье. А еще ультрафиолетовые лучи убивают бактерии, микробов, мелких бельевых клещей. Даже стирка в горячей воде не оказывает такого действия. Наше белье высохло на улице буквально за полтора часа, пока мы снимали этот сюжет. Наталья Любченко, Михаил Четверяков, Евгений Смирнов. Первый канал. Субтитры подогнал «Симон»!